Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю видео со своей мамой. Меня зовут Анна Аракелян. Привет! Со своей сестрой. Всем привет, ребята, и меня зовут Полина. С учетом последних двух влогов, я думаю, вы и так поняли, что мы снимаем видео тут, что мы отдыхаем. И этот ролик будет на достаточно неожиданную тематику. У меня в руках есть вот такой блокнотик с синей ручкой. У Полины есть тоже блокнотик с черной ручкой. И видео у нас будет называться «Кто хуже нарисует, тот это и сделает челлендж». Суть этого челленджа заключается в том, что наша цель – нарисовать определенный рисунок, и тот, кто нарисует хуже, тот выполняет определенное задание. А жюри у нас сегодня, человек, который будет давать нам задание – это моя мама. Я заранее подготовила для девочек задания. Они очень сложные. Девочки не ходили в специальные заведения и не учились рисовать. Вот, поэтому посмотрим, как они по жизни мне это заделают. Полина ходила на недолго? Ну, ты так ходила, что практически не ходила. Полина, пойдешь на рисование? Нет. Завтра пойду. Наступает завтра, Полина, пойдешь нарисовать? Нет, послезавтра. А послезавтра наступает, Полина, пойдешь? Так я же была позавчера. Вот так прекрасно. Вот у меня две художницы сидят, сейчас я буду давать им задание. И посмотрим, что из этого получится. Суть этого челленджа в том, что кто плохо выполнит мое задание, тот получает суровое испытание. То есть плохое задание, которое либо я, либо Полина должны будем выполнить. Это будет очень прикольно, потому что… Мне страшно. Мне тоже страшно. Рисовать я особо не умею. Я тоже. Да и не пробовала я никогда рисовать, не ходила ни в какие школы, у Полины хоть есть какой-то опыт. Поэтому мы вам желаем приятного просмотра. Чуть пересядем, чтобы мы не подглядывали друг за другом. Мама сядет в центре и будем рисовать рисунки. И чтобы вам вот так вот в камеру постоянно рисунки не тыкать, я буду прикреплять вот тут вот фотографии наших рисунков. Поэтому мы можем приступать. Поехали! И не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Теперь уж точно начинаем. И так, мои девочки, первое у меня задание для вас. Очень страшное. Нужно будет забежать в море, не привыкая к нему. С разбегом быстро. Блин, ты, наверное, засекла, да, что мы постоянно у моря стоим. Они все время идут, по полчаса заходят сначала по колено, стоят вот так. Потом заходят себе по пупе. Я уже говорю, ну все, зашли, забегайте уже. Нет, стоят, трясутся, особенно вот эта девушка. Да, да. Полинка быстрее. Поэтому давайте посмотрим, кто у нас. Нам нужно сейчас нарисовать большую рыбу. Большую рыбу, блин. В общем, ребятки, я совсем забыла вам сказать, что на это нам дается 30 секунд. Поэтому, это очень важно, кстати, я, турочка, что забыла вам сказать. Сейчас я засекаю таймер, и мы с тобой рисуем большую рыбу, Полина, за 30 секунд. Давайте. Старт. Поехали. Итак, большую рыбу. Кто лучше нарисует? Боже мой, я даже не знаю. Так, у рыбы должны быть плавники, да, какие-нибудь красивые там. Я все, я нарисовала. Полина, сколько там остается? Остается, остается. 25. 5 секунд. 1, 6, 2, 3, 4, 5. Конец. Так, сейчас посмотрим, что мы тут нарисовали. Карины рыба-тунец. Очень злая, но она очень похожа на тунца. Это, кстати, Каринина любимая рыба. Да, я обожаю тунца. Она всегда ее заказывает. Полинке у нас тут что-то, не пойму, где перед, где зад, где спина, где живот. Поэтому я присуждаю победу вот этой вот девушке. Да, но я, конечно, нарисовала как каляка-маляка. Ну что же, какое там было задание, забежать в море, не привыкать к нему? Моря, у нас девушка вот эта заходит в море, не привыкать. Тебе, Полиночка, не повезло, поэтому прямо сейчас ты идешь на пляж и забегаешь в море, не привыкая к нему. Оно, кстати, достаточно холодное. Поехали. Ну что, Полиночка, ты готова забежать в море, не привыкая к нему? Нет. Давай, давай. Посмотрите, ребята, Полина сухая, нигде не купавшаяся, волосы сухие. Мы только что пришли на пляж, поэтому давай, я желаю тебе удачи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нифига себе. Нифига ты, Полиночка. Вот это я понимаю. Давай, давай, давай. Окунайся, окунайся. Молодец. Молодец, Полина. Полина забежала меньше, чем за 10 секунд в море и выполнила это задание. Ты молодец, Полина. Оцени свое настроение по десятибальной шкале. Вот такой вот смайлик. Такой смайлик. А я только мочу ножки. Море сегодня изумительное. Красота, ребятки. Вообще народу нет. Раннее утро. Полиночка мерзнет. Я пойду уже заплатить. Давай, молодец. Ну и второе испытание. Пойти ночью на пляж и рассказать страшную историю. Ой, это по моей части, конечно. А рисовать что? Рисовать что? Ну, нарисуйте чертика. Чертика. А я не умею. Как он выглядит? Как Карина. Ага. Ах, хорошо Карина. Чертика, да? Итак, я засекаю 30 секунд. Посмотрим, кто из нас как нарисует. Поехали. Да блин. Время идет. Ну, чертики, они рисуются очень просто, я думаю. Хотя я не обращала иногда на это внимание. Я все. Да как так быстро? Сколько у нас? Все. Нарисовала? Молодец. Прошло 25 секунд. Итак, я показываю своего чертика. Карина, у тебя вообще не черт. У тебя просто человечек. Обычный. А у Поли черт рогатый. Я думаю, что победила Поля. Поэтому, Карина, у тебя любимая тема рассказывать страшные истории. И что ждем от тебя страшные истории. Прямо сейчас. Я дождусь ночи и пойду на пляж, светя фонариком в лицо и расскажу вам страшную историю. Погнали. Ну что же, сейчас ночь. Я вышла одна из номера для того, чтобы записать для вас страшную историю. Сейчас буду подходить к пляжу. У меня есть одна страшная история. Но эта история не моя, а о моей подписчице. Достаточно интересная. Она мне ее написала буквально два дня назад. И я надеюсь, что она вам понравится. Вот тут вот рядом пляж. Немножечко дует ветер. Сейчас я до туда дойду, и вы будете слушать страшную историю. Поехали. Ну что же, я на пляже. Буду светить на себя фонариком в лицо, чтобы была какая-то атмосфера. В общем, есть на свете девочка по имени Лиза. Ей на то время было 19 лет. И она была в просто потрясающих отношениях с парнем. И у них были просто потрясающие, изумительные, офигенские отношения. Они кайфовали от каждого момента друг с другом. И однажды он сказал ей, что собирается поехать в командировку по работе. Он был старше ее на три года. И сказал, чтобы она ждала его примерно неделю, что он точно сюда не приедет и уедет очень далеко. Жили они у него в квартире. А в квартире постоянно происходили странные вещи. Так вот, что же произошло на этот раз? Лиза каждую ночь чувствовала, ложась на подушку, что эта подушка как будто бы ее как-то затягивает, тянет за собой, как будто голову ее кто-то пытается засунуть в эту подушку. Она чувствовала некомфорт. Она понимала, что кто-то как будто тянет за ее голову. Она постоянно, уходя в сон, слышала какие-то непонятные звуки. И ей становилось все страшнее и страшнее. Примерно на третью ночь она очень крепко уснула и резко проснулась от того, что ее прижимает какое-то тело. Хотя в квартире она находилась одна. Повернувшись на другой бок, она заметила, что рядом с ней лежит ее молодой человек. С просонья она не поняла, какого фига он тут лежит. И, естественно, попыталась его приобнять. И поняла, что ее рука просто сквозь это тело проходит. И тут ее как будто осенило. Она вспоминает, что он в командировке. У нее шок. Ей становится плохо. Ее кидают в пот. И она понимает, что рядом с ней сейчас лежит просто непонятный призрак, непонятное существо, которое никак не реагирует на ее объятия, на ее слова. Она попыталась его разбудить, но ничего не произошло. Он просто лежал так около часа и не двигался. Руки проходили сквозь его тело. Когда Лиза пыталась его потрогать, у нее не получалось. Он просто лежал. Естественно, Лиза попыталась выбежать из квартиры, но у нее не вышло. Открыв дверь, она поняла, что она не может выйти оттуда. Как будто бы ее кто-то тянет и говорит, останься в квартире. Попытавшись добежать до лифта, она все-таки так и не смогла нажать на кнопку. Просидела она на кухне до 7 утра. До самого утра она пыталась дозвониться до скорой помощи, до полиции. Куда только угодно, главное, чтобы кто-то ей смог помочь. Но никто ей так и не ответит. До парня она тоже пыталась дозвониться, понимая, что точно такое же тело, сквозь которое проходит ее рука, лежит у нее в спальне. Где они спали с молодым человеком. С точно таким же, который, собственно, и лежит в этой прекраснейшей комнатке. Примерно днем она все-таки смогла дозвониться до парня. И он сказал, что это сущий бред, что он в командировке и всего такого не было. Лиза просто начала сходить с ума и понимала, что это самый настоящий бред, что она не могла себе это навыдумывать, но звучит это для окружающих действительно смешно. И в итоге с молодым человеком они расстались на 2 недели, потому что он ни в какую не хотел ей верить, пока у него лично в жизни не произошла мистическая ситуация после того, как он вернулся из командировки. Он посмотрел в зеркало, попытался отвернуться и увидел, что его отражение не дает никакого движения. То есть он поворачивается, а отражения нет. Вот и вся страшная история. Надеюсь, что она вам понравилась. Сейчас у Лизы с ее молодым человеком все хорошо. Следующее испытание, девочки. Приготовьтесь. Нужно будет, скоро мы пойдем на ужин, нам подадут очень острый суп. И нужно будет его съесть, весь съесть острый суп. А, это тот, который мы не хотели закануть? Я люблю, да, но я в этот раз его закажу для вас. Ага. А себе закажу хорошее. А нарисовать что? А нарисуете вы мне официантку, которая вам подаст суп. Как? Как я нарисую? Ну вы представьте ее сейчас, какая она будет. Ну что же, засекаем время. 30 секунд, поехали. Мы так сильно заняты, что даже не можем это все прокомментировать. Я пытаюсь нарисовать красиво, чтобы не есть этот вонючий суп. О, господи. Я его прям ненавижу. А я смирилась уже. Смирилась? Я все. Я тоже все. Боже, Поля, что это? Такая официантка. Смотри. Кошмар, что у меня. У меня официантки хотя бы есть, я не знаю, поднос, там, кружечка. Посмотри. Блин, какой-то стронгмен с хвостиком. У меня нормальная мама. Давай Полина выполнит задание. Да, Полиночка, тебе придется кушать острый сок. Хорошо. У Каринка нарисовала красивую официантку, поэтому Карина у нас победила. А Полечка у нас ест острый суп. Ага, не повезло, Полина. Отправляемся в официантку. Что, кто от суп? Да. Точнее, в ресторан отправляемся. И кушаем острый суп. Точнее, кушает-то Полина у нас. Ну что же, мы пришли на ужин, Полиночка. Ты готова съесть этот чили суп, как он называется? Чили чикен суп. Чили чикен суп. Офигеть, Полиночка. Я не думала, что ты на это решишься. Есть, кстати, еще детское меню, но Полина сейчас, естественно, будет брать из взрослого. Я тебе желаю удачи, Полиночка. Давай закажем этот суп и, наконец-то, дождемся. Ну что же, Полиночка, тебе принесли острый суп. Он даже пахнет острым. Он даже пахнет острым. Понимаете, ребят, на весь ресторан пасет. Я подготовила для Полины стаканчик воды. Мама тоже тут немного боится за Полину. Пасет. Реально пасет. Ну что, Полина, давай хотя бы две ложечки. Он супер острый. Прям вообще. Давай, давай, давай. Ну как? Вторую надо ложку. Зажгло? Смотрите, у ребенка аж слезы потекли. Давайте ребенка проси, мы не будем заставлять ее дойти. Нет, 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 не весь. Давай. Нельзя весь. Не весь, хорошо, не весь. Давай еще немного, немного еще. Еще последнюю ложку давай. Ну как? Бедный ребенок. Капец. Полина, ты не любитель острого, правильно? Я люблю, если чуть-чуть там острый где-то в салатике, не знаю, ну не... Все понятно с тобой, короче. Следующая, мамочка, что ты там для нас подготовила? О боже, я так и жарко. Да, девочка, что там я для вас подготовила. Да, мам, давай несложные, пожалуйста. Следующее задание. Я очень не люблю, когда девочки красятся. У них очень много косметики. Вот такие сумки они взяли с собой в Дубае. И стоят по полчаса всегда красятся. Занимают мое зеркало, не дают мне посмотреться и прихорошиться. Поэтому задание такое. Нужно будет испортить какую-нибудь... Косметику? Ну, какую-нибудь, давайте, например, палетку. Ну, мам, я взяла с собой только сосы по 58 штук. Не страшно. А рисовать что? Надо нарисовать палетку теней. Блин, ну мы с Полиной взяли крутые палетки теней. Если я испорчу, то я себе этого не прощу. Ее, уверена, Полина тоже. Ты готова к этому, Полиночка? Ну что ж. А нет, у меня есть одна старая палетка с собой. Старая? Да. Поэтому, возможно, если я плохо нарисую, я ее испорчу. Окей, погнали. Время пошло. Давай. А что рисовать? Палетку теней, палетку теней, палетку теней. Красивую. Я нарисую худо-бьюти палетку. Красивую палетку, красивую палетку, красивую палетку. Мне вообще не похоже. Я все. Две секунды. Раз, два. Карина, что это? Я не знаю, я торопилась. У Полины все очень четко, красиво и понятно. Как будто еще не хватает разукрасить только вот этими цветами. А у Карины... У меня кисточкой. У меня палетка с крышечкой. У Карины как будто палетки уже лет 200, и она из... Зачем ты разыгрываешь? Перехода. Из прошлого. Из перехода? Из прошлого досталось ей откуда-то. Так, ну я так понимаю, я задание выполняю, правильно? Да! Выполняет задание Кариночка. Окей, прямо сейчас я иду портить косметику. Капец, блин, ну конечно, мне придумали задание. Ну что же, мы оказались в нашей ванной, где лежит вся моя косметика, все тональные крема, как вы видите, тональные крема, все, что только не придумаешь. И в общем, у меня есть моя любимая палетка, которой я пользуюсь уже очень давно. Это палетка от Urban Decay, в ней очень красивые нежные оттенки, фиолетовенькие, темно-коричневые, вот этот блестящий мой любимый цвет. Могу показать вблизи, как эта палетка выглядит, просто суперкрутая. Вот, и сейчас я эту палетку испорчу, как бы мне не хотелось этого делать, испорчу я эту палетку просто кончиком от кисточки, хотя бы чуть-чуть, каждый оттенок я должна подпортить. Вот, я очень надеюсь, что я выиграю в этом челлендже, мне очень страшно, и я все равно осознаю, что у меня очень много палеток дома, или я смогу купить такую же. Но задание я выполнить обязательно должна, как бы мне не хотелось. Вот, поэтому прямо сейчас я порчу палетку вот таким вот образом. Бедная Карина, бедная палетка. Боже мой, что я делаю, господи. Кошмар. Ребята, мы обязаны поставить лайк под этим видео, господи, что за хрень. Покажи раковину. Теперь покажи палетку. Будем из раковины тень красить. Просто капец. На кисточку так брать. У меня слов нет, я испоганила. Хоть и не всю палетку, оттенки-то тут остались, но мне прям вот безумно больно смотреть на вот это вот. Прям какой-то самый настоящий трэш Я выполнила это задание Боже Ужас Что, ребят, еще следующее задание Очередное, предпоследнее Будет задание для девочек Нужно нарисовать будет сейчас купальник А задание? А задание? Кто не справится? Тот одевает купальник сестры Что? Ты наденешь мой купальник А я твой Нет, вообще, если кто проиграет Прикинь Так, рисовать купальник? Купальник можно нарисовать за 15 секунд Справимся? Нет, 30 Погнали, время пошло Боже, у меня, конечно, купальник вроде более-менее Но что-то я не знаю Ну что, мы закончили Прошло ровно 30 секунд У Полины, конечно, круче Да и кой квадрат Она даже дитички нарисовала Я, конечно, не умею рисовать Карина попыталась нарисовать супермодный купальник Но у меня не вышло Ну, получился Ужас получился У Полечки современный модный купальничек тоненький Ну мой, кто выигрывает Ну, конечно, Полинка Блин Я сейчас отправляюсь в бассейн И надеваю Полинин купальник И купаюсь в нем Ну и задание, конечно Ну что же, мы только что вернулись с пляжа И прямо сейчас я переоденусь в Полинин купальник Для того, чтобы показать вам, как я в нем выгляжу Выполнить, в конце концов, задание И пойти искупаться в нем в бассейне Погнали Ну что же, вот, я переодела Полинин купальник И мне кажется, что он даже как раз мне Посмотрите, я реально в нем выгляжу более-менее нормально То есть и вверх, и вниз Они абсолютно нормально на мне сидят То есть это выглядит, как мой купальник Очень красиво, очень аккуратно И такой синенький, яркий, красивый купальник Мне очень нравится Прям вообще красота Почему-то я думала, что этот купальник мне не подойдет Но посмотрите, он реально мне как раз Красота Ну что же, я вышла с Полининым купальником на улицу Вот такой вот он прекрасный И сейчас я буду купаться в нем в бассейне Вообще этот купальник не выглядит, как немой Поэтому я думаю, что будет очень просто Я залезаю и окунаюсь вот так вот Опа Все, можно считать, что я искупалась в Полинином купальнике Использовала его, скажу так И согласитесь, он выглядит, как будто бы это мой купальник Далеко не как Полинин Кстати, у Полины есть вот такая вот фотография в этом купальнике И видно, что он ей тоже как раз Так что это безумно странно На улице сегодня очень солнечно Я пойду дальше купаться Мне нравится этот купальник Поэтому я выполнила задание Приступаем к следующим рисункам Заданием Поехали Ну и завершим мы этот челлендж Нам уже очень жарко, поэтому мы быстренько тут уже закругляемся Последнее задание у нас будет, девочки Какое? Ну, сейчас вы рисуете Душ Как я вам душ нарисую? Кто не справится Тот Тот пойдет в душ Прям в одежде Блин Все, рисуем Раз, два, три Погнали Душ, 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 душ Итак, я постараюсь нарисовать более-менее такой дорогой душ Чтобы у него были ручки красивые Я рисую кабинку рисую, но у меня не получается Да, Поля, зря ты, конечно, это начала Так, ну у меня более-менее Я все Полина, три секунды Раз, два, три Все Вот тут все понятно, что здесь Здесь явный победитель есть У Полины я даже вообще не поняла, что это такое У Полины какая-то коробка для инопланетянина Я не знаю, что это Ужас, как у инопланетянина еще есть тоже Здесь побеждает Карина У нее все четко и ясно И Полиночка идет у нас И Полиночка идет у нас Душ в одежде Проиграла! У-у-у! Ну что, Полина, ты готова принять душ в одежде? Мы только что пришли с пляжа По Полининому лицу видно, что она не очень довольна Сейчас будет выполнять это задание Давай, включай воду Раз, два, три Боже, боже, боже Ну что, Полина, как себя чувствуешь? Превосходно! А ты как видишь, Кариночка? Я не знаю, не очень Мне так кажется Не, ну вдруг тебе нравится принимать душ в одежде? Нравится тебе? Покажи свои эмоции Ну что же, на этом все И мы надеемся, что вам понравилось это видео Мы безумно утомились и старались снять его круто Спасибо маме, что придумала для нас такие прикольные задания Было супер весело Если понравится, я буду еще придумывать задания для этих двух Обязательно! Обязательно, обязательно! Мне было круто и весело выполнять задания Спасибо вам огромное за просмотр И мы с вами прощаемся Ставим лайки, подписываемся на мой канал И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok